итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить need for speed 4 high stakes прошлой серии мы с вами смогли выжить на дорогах общего пользования и одержали победу в специальном турнире ну а в этой серии продолжим турнир основной и как я вам и говорил наконец таки мы купим мой любимейший автомобиль здесь это корвет chevrolet corvette в соперниках у нас будет же ferrari 550 maranello у ее здесь уже как вы видите целых шесть раз шесть раз а еще и будет отражение ну началось бюр хам рот так это у нас англия но предстоит очень приятный момент нам приятненький покупаем покупаем корвет вот он красавец это просто это моя любимая машина здесь в этой части нфс так выбираем цвет какие же есть у нас цвета на выбор так давайте ка я найти чё подумал давайте кай сделаем его вот таким вот темно-синим и будем из него делать корвет гранд спорт модель покупаем ну что когда покупаешь вторую часть обновления появляются полоски он тогда вообще будет один в один как гранд спорт так давайте сразу мы купим первую стадию улучшения по показаниям corvette здесь он хуже чем до хочу управление вот у него улучшилось он хуже чем 550 maranello по максимальной скорости и у нас будет с вами некий такой ганди к поэтому его скорее всего здесь придется улучшать еще потому что так мы с вами здесь ну вряд ли победим либо будет очень и очень сложно ладно посмотрим главное приезжать ну стабильно крайне мере пока не накопытим на вторую стадию не ниже там второго места хотя бы крайней мере хоть не упустить множество очков вот такой у него закрытые фары слепой он ну что же в бой так но здесь у нас по-прежнему снова шесть машин как было раньше ладно здесь постараюсь не прикалываться потому что гонка уже очень серьезная реально соперники уже очень серьезные и надо ехать предельно аккуратно и сконцентрировано чё творят а конечно хорошо мы поприкалывались прошлой серии он 550 к пирари пока что так два круга есть я все жду когда же станет больше кругов у нас вот это зря было это и горка запомнит нас как то так мгновенно можешь ускориться вот куда у тебя мощность то у вас тут машины вообще не прокачены ой отлично я думал приколов здесь не будет но куда же без них так впереди у нас два лидера так интересно два что думал что кузьма у нас так 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 кто здесь да ладно неужели ты меня достал вот видите я говорю у них есть память я его так сильно закосячил что он невзирая ни на что он нас догоняет и видимо хочет пару ласковых нам сказать но пойди еще как говорится догони так 550 к маронелка так ну тебя нафиг нету ой какой пикалка у корвета стрёмненькая конечно такая пошел вон а вот кузьма кто ж лидирует жили гриша так прокачался гринёк ты ли это дорогой ой 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 удачно удачно ты меня подцепил блин какие же вы тут агрессивный ну тем веселее ездить когда боты такое умеет вытворять то вы конечно не очень будет весело если они выиграют все-таки но тем не менее уважуху некую все равно зарабатывает об так и сами впиндюрились не хочет он ай блин хотел его задержать так ну все гонка считай просрана вы уж извините меня за это выражение но сам в общем-то и закосячил был шанс был шанс хотя бы вторым финишировать но накатывали накатывали так кто же кузьма гриша да что-то егор как-то сдал егорка у нас зато гриша прокачался профессионально так а здесь у нас и так было первое время на м5 а лучше крук то побыстрее чем 5 ну ладно не суть но десяточка так 11000 блин четыре очка уже отставания плохо так ландш трассы погода включена но направление вперед ну ладно так еще бог с ним погода в виде появляется так улучшения не хватит по моему до 2 о 15 тысяч уже стоит да надо на мощность прокачивать потому что поворачиваемость конечно это хорошо но когда не хватает еще и мощности то это печально ладно надеюсь что после этой гонки нам хватит все таки денег на вторую стадию хорошо конечно здесь есть прокачка машина как бы заранее с гандикапом получается но ее можно подтянуть так прошлой серии у нас оказывается кто-то отдыхал там конкретно спасибо глазастому моему зрителю и подписчику виктору я когда сам ехал не заметил но оказалось что в прошлой серии конкретно закосячился там опять же то ли егор туле кузьма этот целый круг стоял на трассе киндиак парк и вот когда я там говорил что кого-то эвакуатор там вроде как да чтоб тебя вообще непруха что-то не ввенчивается сюда машина блин тех пропустили в общем там оказывается отдыхал целый круг кузек и наверно у него на меня зуб хотя может это был и егор ушел прошлой гонки так сильно сражался со мной арияна видимо у него зуб на меня что у них тут вообще память есть не в течение одного заезда ох ты гляньте его ничуть и вообще развернула вот это да кое чу первый раз видел просто на мокрой трассе его повело здесь конечно физика как я говорил не такая уж и аркадная но покрышек здесь дождевых как бы вот чё-то такого здесь нету здесь вообще в принципе поведение машины в дождь искал что у часа но сильно отличается от того что посоху но может быть чуть-чуть чуть-чуть совсем плывет машина так это скорее больше влияет на дальность видимости ну и так просто на атмосферу чё творит вы гляньте как он неестественно по трассе движется кошмарики у ю ю ю ю ю я аж испугался блин чуть с ребятами происходит вы чё блин победу отмечали что из буду нища все ребята так блин а я третий да надо браться за ум в принципе вот двое лидеров не так далеко друг от друга да и не так далеко от нас ой 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 это кузьма отлично вот его бы удержать сейчас позади просто отлично прям ты кузя подарок судьбы сделал давай отставай были бы какие-нибудь как в вич ленте бомбы что ли в принципе гринь это тоже он впереди нас чемпионате но кузьма лидирует и если мы его сейчас опередим хорошо ну кстати тоже на корвете как и мы гриша получается на 550 кином 150 к на я говорю она сильнее мощнее ох как звук в туннеле меняется да не перестану я петь дифферамбы конечно в адрес хай стейкса ой 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 самого повело ну да немножечко все таки отличается поведение так кузьма подбирается хорошо очень хорошо звук дождя слышно очень такая гармоничная ух ты выглядеть и наверху перевале пошел снег гармоничная очень игра получается здесь графика музыка атмосфера физика все как бы все к одному и очень классно эх нет не смогли мы достать гришу ну опять чуть-чуть какие-то там десятые и мы ее расслабился под конец ну ладно да гриня выиграл но получается сейчас и от гриша у нас четыре очка но зато кузьму оставили позади и с кузьмой у нас сейчас два очка разница они получают так ну то что ой всего лишь на 8 место здесь а хотел сказать здесь у меня первое место нет здесь у скутера первое место так ну те же четыре очка остались ладно неплохо принципе потери минимизировали и тогда о целте круинс так а здесь у нас ночное время включена ухты на каждой трассе что-то свое прикольно и и последний чемпионат там наверно будет вообще все и и ночи и погода и назад включено отражение смысле так сейчас у нас есть возможность купить улучшение так что она дает настройка двигателя повышает ускорение и максимальную скорость улучшенные тормоза укорачивают тормозной путь повысится сейчас как раз скорость до скорость повысилась и тормоза вот видите полосочка появилась но прям вообще скоростной такой болит уже прямо гоночный ну не знаю вы только послушайте этот рев я помню что третья стадия ему дает еще она аэродинамику улучшает и у него спойлер появляется сзади такой достаточно большой уже и он прям вообще тогда такой видом него охрененный просто она правда и стоит два царика так ох ох цел тик руинс корвет уже серьезная техника и здесь будет так на этой трассе достаточно сложно еще и ночью вписываться вот именно в узкие места вот такие как это у опасно опасно какая тема прикольно играет какая напряженная быстро конечно саундтрек тут классный просто электруха здесь обалденно играет а ю ю ю ю ю ю ну ё-моё вот чё за невезуха каждую гонку начинаем с мощной аварии капец ну блин не видать с победы опять вот о чем я и говорил что на мощных машинах тут совсем по-другому приходится по этим же самым трассам ездить и на той же там не знаю за 3 даже на полностью прокачан или на камара даже на бмв м5 этом вписывался еще на полном газу а здесь уже я же затормозил то мало оказалось все равно круто все равно я еду и чисто просто кайф лап интересно если у слип стрим насчет этого не знаю честно если тут слип стрим не проверено да и думаю что нету скорее всего тут и так все достаточно на крутом уровне блин это уже первый круг прошел вообще быстро так это опять кузя ну чё-то кузя сливается а кто ж там а нет кузя впереди и чё-то я уже впереди узи да он же на сером корвете блин туле неправильно просто вошел у него сейчас вроде даже чуть на большей скорости вписался так сейчас гриша стал здесь так что-то у меня автомагнитола заглючила очень видать слишком напряженный момент умная электроника решила что лучше музыка не отвлекать сама вырубила рубилась вот чё творишь а дымовую завесу делаешь учетом сговорились с гриней ну-ка проверим есть слип стрим или нет него гляньте я на мощность тачку прокачал а ничё толком не улучшилась по моему тяфик узнает так ну где финиш то уже е-мое дайте финиш да ну нахуй ну секонд кто это пролез гриня да вот урод а нифига себе просто накатил на финише я уже все думал блин по моему они финиш отодвинули метров на 150 200 так 5 мы кузе опередили сейчас у нас поровну очков ё-моё гриша уже вообще впереди впереди три трассы так сколько очков разница 6 блин ну если все три выиграть то можно по это самое побороться о я киндиак парк будет отражение ой не люблю отражение вообще ладно поехали чушь делать надо сражаться так третья стадия блин а на двадцатку стоит да ну окей корвет корвет не все равно я не жалею абсолютно что купил корвет круто все тем более что вы видите как бы по крайней мере у них перемешечку не так едут не доминируют час 500 а хотя нет гриша то 1 на 550 маранелло и первый с достаточно большим отрывом все-таки да потому что маранелло она она здесь по всем параметрам немножко круче корвета ну вот чё это такое а ну это когда-нибудь закончится или нет первый же поворот спасибо тебе чувак прошел меня блин сначала надо вхерачиться куда-нибудь потом из этой жопы выбираться самому вот так вот ай сам я взлетел ухта он еще и выжил так спокойно ребята так ты на чем корвет комплект резины плохой я буду отмазываться как как делают гонщики все чего бы не случилось а комплект резины был плохой резина стерлась резина не работает температура резины была ниже чем нужно или выше в общем что-то было с резиной в общем что-то было с резиной капец и 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 киндик ну блин отражающая трасса отражение никогда их не любил чудо я вообще не могу даже третьего обогнать совсем сдал да улетит уже куда-нибудь чем не там мигает чё посылаешь меня куда-то далеко и надолго смотрите отрывается у них здесь напоминаю не прокаченные машины как вот так может быть я блин за ним ехал полтора круга и не мог его догнать на прямых даже хотя у меня уже две блин стадии прокачано и вообще не тут иногда себя так странно идут раз к буду там куда труп turbo режим у них включается он лихо чик меня просто догоняет да ну вот если особенно его задеть там что-нибудь обидеть так сказать просто на раз догоняет так блин уже финиш скоро так это кто у нас гриня все финиш капец вообще третий обоих пропустил правда выиграл кузьма но все равно гриша оторвался еще на два очка все не выиграть уже по-любому вот если бы сейчас гришу прошел было бы круто а так вообще на третье место свалились и кузя и гриша гриш уже вообще не достать он вне досягаемости ну с кузьмой может быть поборемся четыре очка это надо две гонки впереди него приехать причем даже не на одну позицию желательно на парочку ладно поехали дальше бронза в принципе она тоже дает возможность дальше пройти бронза конечно это не тот результат так чего у нас там дальше рута дом 5 отражения о нею прямо-то уже не особо люблю на таких вот мощных тачках а тут еще и в отражении зеркальцем придется ехать да кстати можно на это поставить такое здоровое зеркало на лобоуху и тогда будешь ехать как будто прямо круто я придумал давайте поехали ребята зажгем по полной кузя чё с тобой заболел чё ты резину жгешь давай уделывай гриню а я уделаю вас обоих как такой план давай давай сейчас хоть мордой никуда не впилился туши некуда было так бы обязательно впилился о вот надо впилился так и горка еще прошел блин вообще не камильфо ограничение 8 километров в час до французы видать совсем не любят быстрой езды или не знаю не до сих пор здесь на этих на каретах есть вообще не знаю что еще что точнее не еще уже есть придумали автопромтом железные кони и все такое прочее на паровых может машинах еще ездит ой город вообще тяжкое место блин поехали догонять лидеров и там тоже пройдешь и гришу и кузя я и тебя уделаю а йо-моё не в начале первого круга так в конце хотя бы до йоркен бейблой этапа и дала зашибись подбили мне зад под марки вать столбку одной стороной притем тормоз то уж мел а у фига си да физика тут вот сейчас только вот только сейчас на вот этих мощных машинах физика нет фоспида раскрывается на полную это ребята не аркада нифига говорит тут с зажатой гашеткой всю трассу не проедешь есть такое понятие как тормоз еще да плюс еще не любит когда тормозишь в повороте ну то есть достаточно ну отражено корректно конечно не как в симуляторах но все таки это уже не аркада нифига четвертой части вот уже проглядывается их вот видите чё произошло я сейчас на входе в поворот уже нажал тормоз меня тут же развернула на слабых машинах она еще это прощает но когда вот такой монстр уже мощный нифига все шкрябой я пятый это вообще зашквар полнейший просто блин вообще все не держит дорогу абсолютно сейчас меня еще этот обойдет кредит просто смоет меня унитаз давай разгоняйся колоннага фигте ой блин вот уже становился я думала не так и ездят сутками не останавливаясь кошмар это просто найт мэр ну хоть так ладно все короче даже 3 2 не догнать о о видали больше денег отняли чем я заработал она правильно 5 место так вот впервые появляется долфин ков но она хоть прямо блин ее я вообще не помню если честно сейчас вообще последним приеду так ну так как у нас еще и денег отняли вообще мы не накопим нифига на улучшение на 3 ой прервали череду побед нам жестко говорят нефиг хватит гегемония у вас какая-то появилась зрители уже негодуют слишком много выигрываете интересно пора вас драконить водичка так плещется четкая трасса тоже красивая такая на побережье море наверное какая нибудь знаю калифорния а может это канада тоже всяко может быть похожа на север на север северной америки вот скажем так ох ты вот место смотрите какое красивое вообще обалдеть кстати его вот такое место есть вход при сьют 2000 там какого 12 не помню года ли к вот прям создали наверно вот из хай стейкса я так отрывки видел сам то я в нее не играл вот но видел но знак ухты водопады вообще красотища просто согласитесь какая тут извилистая трасса хотя чем я какая-то калифорния какая-то северная блин америка это ребята мы в левадию едем да ну тебя нафиг левадию я первый должен приехать так и что ты творишь смотри его наглый делали но пропустили алекс алекс ой блин да ну нафиг да я штамм так только чуть-чуть за счет и и так смотрите-ка в милях до скорость ну да значит это штаты скорость в милях значит это не канада в канаде то все таки к к километров в час метрическая система маяк такой блин вообще красотища конечно на детали конечно трассы в нет в спиде просто на голову выше прям вот говорю это с полной уверенностью на голову выше чем гран туризма конечно а что то о чем можно говорить если здесь трассы богаче на детали чем блин в шестой части даже гран туризма ну вот реально в шестой части графически да там ну там какие деревца не знаю еще что-то стало получше да и то не намного вот а вот на всякие такие всякого рода детали другой стороны можно сказать что гран туризма автодром это гоночная здесь мы едем как бы по таким по дорогам общего пользования межгород тут такие пейзажи наблюдаем конечно оно то так конечно конечно но так потому что здесь в этой части тоже будут стационарные автодромы да чтоб тебя а на ровном месте просто я уже мысленно думаю ну все сейчас может эту хоть гонку последнюю выиграю черта с два вообще короче здесь что я хотел сказать здесь же будут и стационарные автодромы последний чемпионат будет именно на кольцевых трассах вот и там конечно уже не так все будет радужно ладно все короче хорош мне показывать это избиение младенцев да с чем меня поздравлять я первый раз на этой трассе конечно будет топ-тайм шестой 13 очков 13 очков слили вы представляете 13 и вот только то как последней гонки заработали на на апгрейд себе последний это неприемлемо просто смотрите я почти что золото да а еще же за бронзу соточку сверху о ну часто у меня настроение улучшилось конечно ха 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 соточка это хорошо сколько же за первое место что не там по-моему не намного больше то за первое место 110 по-моему все так вы завоевали бронзовый кубок соревнованиях гран туризма ухты гран туризма и заслужили трек в бухте дельфина ну долфинков так ладно бронза 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 видите чем бронза плоха она то здесь в основных чемпионатах дает возможность пройти дальше но вот в тех специальных соревнованиях она не открывает очередной турнир поэтому надо во всех по-любому золото получать поэтому поэтому надо прокачивать корвет и надо будет перезаезд делать этого этого чемпионата а давайте сейчас сразу купим обвес просто посмотрим как он будет выглядеть с обвесом конечно он выглядит просто обалденно да смотрите за третье место сто тысяч а за первое сто десять по деньгам вообще ничего что они не проиграли не потеряли так продолжим так улучшение блин он сейчас вообще настолько будет агрессивно выглядеть третья стадия улучшения улучшенная аэродинамика обеспечивает хорошую управляемость при высоких скоростях вот управляемость еще улучшится это замечательно да плюс скорость да да улучшаем ускорение увеличилось да видите вот появился спойлер сзади вообще блин красавец как он выглядит это не знаю по мне так лучшая машина здесь не знаю на вкус и цвет приятели нет но мне очень корвет нравится прям обалденная машина так ну что же ладно надеюсь что вам понравилась такая вот серия счета не смогли мы короче выиграть но заработали кучу бабла зато в этом чемпионате ладно с вами как всегда был скудер комментируйте подписывайтесь ставьте лайк если вам понравилось увидимся в следующей серии всем пока пока и удачи в следующей серии